МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире итоговая программа новости 24 часа. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. В развитии страны многое зависит от личного вклада каждого. Это своим трудом и талантом, инициативой и мастерством белорусы доказывали не раз. Тех, кто делает жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны, сегодня наградил президент. Врачи, педагоги, ученые и представители культуры и спорта. Госнаграду достойны настоящие герои, которые рисковали своей жизнью ради спасения других. Всего в почетном списке 39 белорусов. Со многими из них лично познакомилась Ольга Коршин. Центр испытания лазеров для Вячеслава Андреевича в прямом смысле второй дом. Он создал эту лабораторию практически с нуля. Многое оборудование собирал своими руками. После разрабатывал стандарты для испытания белорусского лазера. Сегодня результаты его работы признают во всем мире. А отечественная лазерная техника уже бренд. В медицине используется не только для зрения, либо для восстановления после травм у людей при облучении лазера. Но и для хирургии. Вот теперь как раз САЛАРЛС для белорусского министерства здравоохранения делает партию СО2 лазеров хирургического назначения. Вячеслав Андреевич сегодня не в лаборатории, а во Дворце независимости. Повод более чем торжественный. Президент в Беларуси вручает государственные награды. Еще до начала встречи гости охотно делятся впечатлениями. Многие из них уже достигли немалых высот, но при этом заметно волнуются. Я себя вообще-то считаю счастливым человеком, потому что вот даже заслужить генеральский чин мне пришлось в самом молодом нашем организме, в Минском Суворовском военном училище. Наша главная задача состоит в том, чтобы вот мы сосредотачивали основные усилия на подготовке нашего патриота. Это награда не только моя. Это награда моей любимой академии. Это аванс на то, что я обязана воспитать хороших режиссеров, которые принесут славу белорусскому кино. Такие мероприятия стали уже традиционными. Проводятся несколько раз в год. Сегодня в Большом зале Дворца независимости собрались 39 белорусов. Это врачи, учителя, военные, деятели искусства и спортсмены, которые уже буквально через несколько минут станут обладателями вот этих высоких наград. О каждом, кто сегодня в зале, можно говорить много и долго. В первых рядах люди в погонах. Среди них и Владимир Павленко. О своем подвиге говорит неохотно. По словам летчика, он всего лишь выполнил свой долг. А на деле спас десятки жизней, рискуя своей. Сегодня полковник Павленко награжден орденом за личное мужество. Александр Лукашенко еще не раз поставит в пример наших военных, подчеркивая, что безопасность страны в надежных руках. Особенно приятно, что в высоких наград удостоены люди, проявившие истинный героизм, рискуя собой ради спасения человеческих жизней. Мы чествуем наших мужественных военных летчиков, командир экипажа 61-й истребительной авиационной базы. В аварийной ситуации, представляющий угрозу для жизни, отказался от катапультирования. Падение неуправляемого самолета в районе населенных пунктов могло привести к жертвам среди мирного населения. В тяжелейших условиях экипажу удалось предотвратить катастрофу и посадить самолет. Ордена за личное мужество удостоен также заместитель командира авиационного звена эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой базы. Он вывел в безопасную зону, потерявший управление самолет и на минимальной высоте катапультировался, убедившись, что машина не упадет на жилые постройки. В наше непростое время очень важно, что в вооруженных силах страны служат люди, способные рисковать собой ради спасения жизни людей. Сегодня мы отмечаем заслуги и тех, кто своим трудом и талантом, инициативой и мастерством делает жизнь лучше, обеспечивая благополучие родной страны. Слова глубокого уважения и признательности звучат сегодня и в адрес женщин, удостойных ордена матери за воспитание Петерихи более детей. Среди награжденных представители медицины, журналистики, большая группа спортсменов и деятелей искусства. Сердце билось сегодня немного быстрее и у кардиолога Александра Мрочика, но волнение приятное. Директору РНПЦ «Кардиология» присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки». Автор более 350 исследовательских работ и 28 патентов. Одним словом, дела сердечные стали делом его жизни. Сегодня ученому-медику можно работать в медицине. Так как изменился облик больниц, так как изменилось оснащение и самое главное оснащение, можно показывать результаты мирового уровня, нас признают. А вот Мелитина Станюта чувствует себя уверенно. Большие залы для нее не редкость. В 21 год она уже многократный призер чемпионатов мира и Европы, а сегодня стала еще и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь. К этому званию Мелитина шла два года. По спортивным меркам достаточно долго. Но многие из присутствующих знают, путь к успеху редко бывает быстрым. Я ждала этого очень долго, больше двух лет, скажем так, с момента выполнения результата. И я, наоборот, себя чувствую очень свободно. Я, наверное, обведу не то, что красным маркером этот день ковендаря, но в памяти, наверное, точно на всю жизнь. Журналисты, строители, артисты и педагоги в зале не смолкали аплодисменты. За каждой наградой большой труд и сложный творческий путь. Особая благодарность за детишек. Нам так не хватает сегодня их. Я вот об этом очень часто говорю. Дети и старики – это наш вечный приоритет. Если бы не внешние условия, мы давно были бы уже процветающим государством. И, извините за нескромность, у нас есть чему поучиться. Я это говорю везде на переговорах с ведущими лидерами государства, государства, когда они мне начинают намеком, еще что-то говорить о нашем государственном устройстве. Я говорю, дай Бог, чтобы у вас было столько демократии. Потому что демократия – это прежде всего народ. Это государство, которое делает все в интересах народа. Там, где можно рожать, где можно спокойно ходить с детишками, где можно чувствовать себя защищенным, где можно достучаться до власти. Я не хочу сказать, что мы все сделали в этом направлении. Но достучаться до самых высоких уровней власти в нашей стране можно. Ну а если еще, прежде всего, смотреть, что я сделал, а потом власть, то обязательно будет жить нормально. Уже после церемонии многодетная мама Елена спешит домой. Время показывать семейную реликвию. Более 30 лет назад орден матери получила и мама Елены выглядеть как актриса, писать кандидатскую, посещать театральные премьеры и воспитывать пятеро детей. Быть успешной, наверное, ей помогают Гены. И не только. Чувствую гордость и поддержку государства за то, что я многодетная мать. Государство подарило квартиру. Музыкальная школа бесплатно, фигурное катание. Потом в школе обеды бесплатные. В саду половина оплаты. То есть это ощутимо. Кажется, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Елена уверена, что орден матери вдохновит и ее дочерей. Впрочем, для многих гостей высокие награды – это не только признание. Это большая ответственность и стимул для дальнейшего роста. Ольга Коршун, Валерий Науменко, Илья Бучко. Телекомпания СТВ. Заслуги белорусов находят и мировое признание. Сегодня Шведская Королевская Академия Наук назвала имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Впервые в истории ее получила гражданка Беларуси, писательница Светлана Алексеевич. Светлана Алексеевич. С присуждением Нобелевской премии Светлан Алексеевич поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, цитата, «Ваше творчество не оставило равнодушным не только белорусов, но и читателей во многих странах мира. Искренне рад за ваш успех. Очень надеюсь, что ваша награда послужит нашему государству и белорусскому народу». Президент также пожелал Светлане Алексеевич здоровья, счастья и новых творческих достижений на благо родной Беларуси. За всю историю вручения Нобелевской премии 112 победителей Светлана Алексеевич стала 14-й женщиной, получившей ее в области литературы. И, кстати, новость о присуждении премии мирового значения застала писательницу в Минске. Сегодня теперь уже Нобелевского лауреата поздравляли друзья, поклонники и журналисты. А сама Светлана раздавала автографы, отшучиваясь на вопрос, куда потратить почти миллион долларов, который полагается к награде. И заметила, что престижная премия не только ее заслуга. Ну, шага вперед. Против зловредничает, говорят, вот там это белорус, маленькая, ну ты что понимаешь, у нас это писательница. А вот мы белорусы получили. Я в Австрии недавно была, и там со столиком соседей, у меня откуда ли, я говорю, из Беларуси, говорит, о, Лукашенко, Тамрачева. Я бы хотела, чтобы у белорусов была гордость, потому что это же не я одна сделала, это мои герои, мои родители, мой детский, прадед, который учился вместе с Ифугом Колосом. Что это общее какое-то вот такое гуманитарное какое-то накопление. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах президента. Сегодня третий день. За два предыдущих почти 11% внесенных в списки избирателей уже использовали право сделать выбор досрочно. Подробнее Анастасия Иваникова. Две подписи членов комиссии на полетение, значит, полетение защищено в соответствии с требованиями законодательства. Даже на своем участке для голосования он не простой избиратель сегодня. Сюда секретарь ЦИК Николай Лазовик пришел проголосовать досрочно и даже успел задать далеко не один вопрос. Есть ли материалы для слабовидящих, сколько человек уже проголосовало и как складывают соотношения территориальной комиссии с наблюдателями. Это избирательная кампания более информативно насыщенная. И это мобилизует избирателей. Они более активно участвуют в голосовании, наверное, поэтому более активно идут на избирательные участки. Плотный рабочий график и даже график спортивный. Проголосовать досрочно сегодня пришел и министр спорта и туризма. Александр Шамко признается, в выходные пройдет ряд важных встреч с международными гостями. Хорошее праздничное настроение. Последние годы очень многое сделано для того, чтобы спорт действительно развивался, развивалась физическая культура. Но самое главное, что еще много предстоит чего сделать. По ступенькам не театра, а здание, где размещается ее избирательный участок, сегодня поднимается и народная артистка Беларуси Светлана Окружная. Несмотря на гастрольные и творческие планы, время для голосования нашла. Досрочно. Я всегда стараюсь голосовать пораньше. Я считаю это своим гражданским долгом. Я голосую за искусство, за бесплатное здравоохранение, за бесплатное образование. Только за два дня досрочного голосования на избирательные участки пришли около 11% белорусов. Таковы данные ЦИК. Высокую явку ожидают и в основной день голосования. Уже сегодня на участки приходят целыми семьями. Всем составом голосует и семья Чурсиных. У супругов четыре родных малыша, двое приемных и один усыновленный. Кстати, 11-го числа планируют составить картину социологическую в Молодежной лаборатории социологических исследований. Уже последние приготовления и в штабе, и в регионах. Белорусский комитет молодежных организаций, один из трех, кто в день выборов проведет эксид-пол, просит белорусов на выходе с избирательных участков. В центре внимания только этой организации 308 участков для голосования, сельских и городских. А вот работать на каждом будет до пяти интервьюеров. Всего более тысячи человек. В планах опросить не менее 50 тысяч респондентов. Были проведены инструктажи, были проведены тренинги. А при этом наша лаборатория имеет вполне себе устойчивую опросную сеть. И, собственно, те люди, с которыми мы работаем, это опытные интервьюеры, опытные сотрудники. 11 октября экзит-полы проведет еще Австрийский институт сравнительных социальных исследований и Евразийский барометр. Возле избирательных участков работать будут и более 100 опытных интервьюеров от Института социологии Национальной академии наук. С 8 утра до 8 вечера. По технологии вопросы будут задавать каждому пятому избирателю, на селе и каждому десятому в городе. Итоги планируют озвучить уже после 8 вечера. Мы уверены, что мы проведем эту работу на хорошем уровне, мы справимся вот с этим сложным делом. Такие же исследования проводятся в других странах, то есть одна и та же технология, и по такой же технологии мы будем проводить тоже. А тем временем мониторингом за выборами заниматься будут около 37 тысяч национальных наблюдателей. В Беларусь прибывают и международные эксперты. ЦИК аккредитовал более 900 человек. От БДИПЧ, ОБСЕ, избирательных органов иностранных государств, СНГ, ДИПКорпуса, Шанхайской организации сотрудничества приедут и независимые эксперты. Уже сегодня к мониторингу за выборами подготовились наблюдатели, аккредитованные от ДИПКорпуса. Мы будем наблюдать, как проходят выборы по всем мировым стандартам и стандартам ООН. Можем обратить внимание на ящички для голосования на место, где оно проходит, на то, какие условия созданы. Наше посольство уже принимало участие в мониторинге за выборами несколько лет назад. Тогда участвовал представитель нашего посольства, и он сказал, что выборы были прозрачными и проходили в соответствии с мировыми стандартами. Анастасия Иванникова, Ольга Власовец и Анастасия Бут, телекомпания СТВ. Напомню, основной день голосования на выборах президента Беларуси 11 октября. В Светлогорске открылось отделение реабилитации. Теперь здесь будут восстанавливать здоровье пациенты после сложных заболеваний. На закупку медоборудования выделили более полутора миллиарда рублей. С первым пациентом нового отделения беседовал Александр Добриян. Анна Николаевна – почетный первый пациент нового отделения в палате, где все дышит новизной всего пару часов. Я очень рада, что это отделение открылось. Возможно, это отделение многим поможет еще в жизни. Ну, я за себя уже не говорю, но хоть бы меня восстановили, чтобы я могла ходить. И хотя бы я выходила на улицу сама своими ножками. Жизненно важно это отделение для многих жителей Светлогорского района. Инсульты, инфаркты, переломы, заболевания иммунной системы. Светлогорцы с такими диагнозами на реабилитацию до недавнего времени вынуждены были ездить в другие города. Но многие пациенты в силу своих тяжелых состояниях, утраченных каких-то функций, не могут добраться до этих отделений. Пациенты с тяжелыми функциональными нарушениями могут находиться под круглосуточным наблюдением медперсонала, получать здесь полноценную медикаментозную терапию. Отделение оборудовано всем необходимым. От душевых до тренажерных залов и современных процедурных. Одновременно комфортно себя чувствовать здесь будут сразу 25 человек. Весь день пациента расписан по минутам. Психолог, физкультура, массаж, водные процедуры. Все для того, чтобы вернуть человека к привычной жизни в самые сжатые сроки. Ну, начинается все с элементарного. Вот, например, хватательное движение. Можно размять мячик, передавать и даже перебрасывать. Попробуем. Вот с этих элементарных движений для пациентов этого отделения начинается новая жизнь. Вставать, сидеть, ходить и даже разговаривать. В этих стенах будут заново учиться тысячи светлогорцев. Уже к началу следующей недели палаты этого отделения будут заполнены. Вместе с медиками помогать вернуться к привычной жизни больным здесь будут и их родственники. Поддержка близких – главный залог успешной реабилитации. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Таким был четверг. В студии работала Юлия Александрова. Я прощаюсь и желаю доброго...